МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Знаете, внимательно следил за новостями и вдруг понял, что в них чего-то не договаривается, какая-то важная деталь обязательно отсутствует. В результате мы получаем искаженную картину событий. Ну вот, посмотрите. Владимир Филат, возьми да заяви, что в детстве воровал черешню. И эта новость явно не законченная. Вот если бы она звучала так, Владимир Филат, двоеточие, в детстве я воровал черешню, а повзрослев стал воровать нужное вставить. О, это была бы настоящая честная новость. Или тот же Филат, что-то он разоткровенничался в день защиты детей. Новость. В детстве я играл в прятки и в цурку. Продолжаем. А повзрослев, стал играть на контрабасе. Или вот Мариан Лупу. Сообщение пресс-службы парламента. Открытие театра марионеток в Национальном театре оперы и балета. Участвует председатель парламента Мариан Лупу. Дополняем для правды в качестве персонажа. Третий микрофон. Поехали. Да здравствует 200-летие молодоско-российской дружбы. Долой воссал олигархический прорумынский режим. Ударим юмором и сатирой по чванству, невеженству и разгильдейству. На днях автомобиль службы такси «Х» в Кишиневе столкнулся с автомобилем службы такси «Игрик». Мэр города срочно созвал оперативное совещание в мэрии и призвал всех операторов не брать стоящих пассажиров для перевозки и контролировать вес пассажиров, дабы тормозной путь автомобилей был наименьшим. Мы скоро войдем в Европу. Правда, не с гордо поднятыми головами, а с приспущенными штанами и задом вперед. Теперь электорат будут подкупать не сахаром и солью, а вазелином. Неблагополучные пары нарожают для благополучных голубков детей. Вот и проблема детских садов решится. И будет нам счастье. Предлагаю каждый день пикетировать правительство под радужными стягами. Мы будем требовать смены полупремьера. А чего? Волосы наращивать уже умеет. На остальное финансы есть. Вот и говорю, всегда есть ощущение, что нам чего-то не договаривают, что правду пытаются заменить правдоподобностью. Социологические опросы последнего времени, которые широко обсасывались на провластных телевизионных каналах и в близких партиям Альянса печатных средствах массовой пропаганды, все они содержали некое глубинное противоречие, которое не поддавалось рациональному объяснению. В частности, никто не мог нормальным образом объяснить, почему в этих опросах недовольных положением дел в стране за 80%, почему уверенных в том, что страна движется в неправильном направлении, не меньше, почему людей, жизнь которых за последние пару лет заметно ухудшилась все больше и больше, а партии, объединившиеся в правящий Альянс и напрямую причастные к ухудшению ситуации в стране, сохраняют фактически свои предыдущие электоральные результаты, а некоторые даже умудряются хоть немного, но подрастать. Нет, конечно, партия коммунистов и в этих исследованиях сохраняла пальму первенства. На ее первое место в рейтингах и лидирующее положение в обществе ни одна из партий власти, ни либерально-демократическая, ни демократическая, ни либеральная покуситься не могла и не может. Отрицать эту очередную истину было бы уже сверх наглостью, однако результат ПКРМ как крупнейшей, а по сути единственной оппозиционной силы в стране, мягко говоря, не соответствовал нарастающим протестным настроениям в обществе. Тем более, что остальным типа оппозиционным партиям эти опросы вообще отказывали, хоть в каком-то даже самом минимальном влиянии, а процент неопределившихся со своими политическими предпочтениями не выходил за рамки обычного разумного. И у любого нормального человека тут же возникал логичный вопрос. В чем заковыка? То ли общество у нас ударилось в мазохизм, вдруг возлюбив тех, кто над ним ежедневно издевается, то ли что-то не то с социологами. И именно они сильно грешат против истины. И глядя на то, как неловко пытаются они выкрутиться из этого очевидного противоречия, как стараются прикрыть отсутствие аргументов наукообразными словечками типа «тренды», подозрение это лишь усиливалось. Одновременно с избранием президента это первый опрос, меняющий тенденции. Но не следует особо расслабляться, ведь это отражение ситуации в стране, у которой было очень много минусов, и сейчас мы оставляем их позади. Но, сами видите, поскольку невозможно объяснить здравомыслящему человеку, почему подавляющее большинство молдавского общества считает, что Альянс завел Молдову в тупик, но при этом сохраняет популярность в этом же обществе, которое он завел в тупик, людям вместо объяснения подсовывают балалайку. Тренды, бренды, тренды, бренды, тренды, бренды. По всей видимости, играть на этой балалайке устали даже те, кто в силу своих политических пристрастий мог бы вполне удовлетвориться результатом этих опросов, которые демонстрировали стагнацию, видите, я тоже умные слова знаю, то есть застой рейтинга партии коммунистов. Во всяком случае, наиболее последовательное антикоммунистическое издание «Панорама», которое, если мне не изменяет память, с ПКРМ никогда и не пыталось, в отличие от многих, даже заигрывать, заказало собственный опрос Институту гуманитарного развития, а проведено было данное исследование под руководством профессора социологии Валентина Цуркановичей. Авторитет в академических кругах неоспорим и непререкаем. И результаты этого опроса, проведенного, повторюсь, по заказу газеты, которую сложно заподозрить в симпатиях к ПКРМ, и под руководством безгрешного в этом смысле ученого, столь красноречивы, что о них подавляющее большинство политиков, политологов и средств массовой информации просто предпочли промолчать. Но пусть уж в условиях тотального молчания эти результаты скажут сами за себя. Итак, начнем фактически с конца. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, определившиеся в своих электоральных предпочтениях граждане, проголосовали бы следующим образом. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, за какую партию бы вы проголосовали? Данные из общего числа опрошенных. ПКРМ 36%, ЛДПМ 15,3%, ЛП 8,4%, ДПМ 7,8%. Еще раз подчеркну, речь идет о тех гражданах, которые точно знают, за кого намерены голосовать. А это почти 70%. Вполне репрезентативно. И кажется, нет вопросов, почему практически вся наша свободная, демократическая, боже упаси, ни разу не принадлежащая лидерам альянса пресса обошла результат этого опроса весьма многозначительным молчанием. Нет, не потому, что они подвергают их сомнению, уж как-нибудь профессор Цуркан поавторитетнее будет какого-нибудь Дору Петруцци, который умудрился просрать даже экзит-пол, расписавшись тем самым в профнепригодности. А как раз потому, что результаты эти полностью соответствуют действительности. И действительно, и действительность это их не радует. Поскольку заказанные ими опросы неизменно демонстрировали, что невзирая на лидерство партии коммунистов в случае досрочных выборах, расклад сил в парламенте мало чем будет отличаться от нынешнего. А для избирателей это сильнейшая демотивация. Типа голосуй, не голосуй, все равно получишь то же слово на три буквы. АЕИ. О том же лидеры этого самого АЕИ заявляли, оправдывая свои беззакония, особенно в части избрания президента. Мол, а зачем проводить пусть и необходимые, пусть и неизбежные по Конституции парламентские выборы, если ни черта не изменится. И вот эта идея, идея невозможности якобы изменить политическую ситуацию через досрочные выборы в форме такой плюралистической, будто бы свободной дискуссии на подведомственных власти телеканалах активно насаждалась в умы избирателей. И умолчать о результатах опроса Панорамы им приходится, поскольку они, результаты эти, вступают в радикальное антагонистическое противоречие с их магистральной идеологической линией. Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали? Данные из тех респондентов, которые высказали свои электоральные предпочтения. ПКРМ 52,1%. ЛДПМ 22,2%. ЛП 12,2%. ДПМ 11,3%. Ну что ж, давайте тоже подсчитаем. Итак, ПКРМ 52,1%. Это с одной стороны. С другой, АИ, из которого ЛДПМ Филата имеет у нас 22,2%. Либеральная партия ГИМПУ имеет у нас 12,2%. И ДЕМ-партия Плохотнюка у нас имеет как раз вот 11,3%. И если подсчитать, все это приплюсовать, получается, что Альянс получает в случае, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье 47,5% против 52,1%. И это по-всякому меньше, чем у одной только самой партии коммунистов. В принципе, это политическая сенсация, о которой молчать нельзя. Вот поэтому и молчат. И это в каком-то смысле даже можно считать парадоксом. Партия, которую 3 года пытаются развалить и уничтожить, не только не обваливается, но и растет. Ну вот, пожалуйста, на этой неделе была попытка завести дела на депутатов ПКРМ за участие в акциях протеста. И таких примеров за эти 3 года десятки. С участием прокуратуры, других карательных органов, СИБА, Центра по экономическим преступлениям и так далее. А если прибавить усилия по расколу фракции, вон один только Додон, так и не дождавшись массового перехода в его партию членов ПКРМ, совсем недавно еще спесиво так заявлял, что в его парламентскую группу Абрамчук не сегодня-завтра перейдут 10, 15, а то и 20 представителей фракции ПКРМ, то есть депутатов. А эти глухие намеки на возможность переворота на будущем съезде партии коммунистов, что по идее должно поставить ПКРМ в один ряд с партиями Альянса, где грызня не прекращается ни на секунду, ни в Альянсе вообще, ни в каждой из этих партий, в частности. И тем самым попытаться снизить электоральный, политический вес партии коммунистов. И ничего не получается. А ведь речь идет о вчерашней партии власти, к которой, само собой, разумеется, у людей поднакопилось претензий. Общепринятая практика такова. На постсоветском пространстве партия власти, переставшая быть партией власти, почти неизбежно маргинализируется и очень быстро сходит с политической арены. Кто теперь вспомнит партию «Наш дом – Россия» или «Ющенковский» номенклатурный проект «Наша Украина»? Да что далеко ходить? Пример исчезнувшей, растворившейся аграрно-демократической партии Молдовы, триумфально победившей в 1994 году и через четыре года уже не прошедший в парламент, разве он не красноречив, ПКРМ в этом смысле нарушает эту грустную традицию. Или, выражаясь терминами штатных политологов и социологов Альянса, ломает тренд. Достаточно только взглянуть на рейтинги политических лидеров, где оппозиционный Воронин более чем в два раза опережает по популярности и авторитетности ближайшего преследователя, действующего премьера Филата. Кому из политиков вы доверяете больше всего? Владимир Воронин 22%, Владимир Филат 10,7%, Мариан Лупу 5,9%, Михаил Гимпу 4,9%, Дарин Киртуака 1,5%. И тут надо учитывать, что чистотой личного рейтинга может похвастать исключительно лидер оппозиции на тех, что при власти неизбежно отражается еще и рейтинг должности. Вот вспоминаю Василия Тарлева, который как с писанной торбой носился со своим 40-процентным социологическим результатом, не подозревая при этом, что на этот результат экстраполируются пацаны, как вам словечко, занимаемая им высокая государственная должность, да еще и в условиях высокой эффективности всей тогдашней власти. И когда он, ну вот как сегодня Дадон сунулся в сольный политический проект, наивно думая, что его пресловутый рейтинг открывает перед ним парламентские двери. Как он ошибся, как наказан. Но вот что забавно, у Филата в этой же должности рейтинг вдвое меньше, чем у Тарлева в этой же должности. Ну не знаю, на месте тщеславного Филата, который на неделе вон чуть было не подрался с министром-либералом Анатолом Шалару за право разрезать какую-то там ленточку, я бы очень расстроился. С другой стороны, никто ему не доктор, никто ему не проктолог, поскольку стремится быть в каждой дырке затычкой, как это делает Филат, не возбраняется, конечно, но ведь и спрос в таком случае с него а сваливать все то на оппозицию, то на региональную конъюнктуру, то на нерадивых партнеров, законом навеяло, партнеров по Альянсу, уже не совсем хорошо получается. Ну вот смотрите, меня лично шокировала цифра 1,3 миллиарда евро. 1,3 миллиарда. Именно столько затащили в страну в виде кредитов и грантов нынешней власти. Я хочу спросить, кто на себе почувствовал, что в Молдову закачали столько денег? Где инфраструктурные проекты? Где рост социальных выплат? Где инвестиции в долгосрочное развитие? Где все это и многое другое? Обещанное гора денег родила мышь, которая эту гору денег и подгрызла. Правительство нам подсунуло какой-то хитрый документ под названием «Стратегия развития до 2020 года», который осмеяли даже депутаты Альянса. Вот на эту сумму денег 1,3 миллиарда несколько дохлых страничек пустых деклараций в стиле 25-го съезда КПСС, пустозвонство которых особенно режет ухо на фоне чистосердечных признаний самого Филата, который констатировал на неделе «экономического роста в Молдове больше нет». И это после того, как Филат заполонил все информационное пространство победными реляциями, что Молдова удерживает лидерство во всей Европе по экономическому росту. Все пипец котенку. Я бы не сказал, что идет спад. Просто больше нет роста, который регистрировался в последние два года. Знаете, что, Владимир Васильевич, что фейсом по тейблу, что тейблом, блин, по фейсу. Результат один и тот же. Морда вдрызг. Состояние ни роста, ни спада. Куда хуже состояние ни мира, ни войны. Особенно в условиях, когда и пресловутый рост, ну давайте честно, существовал только и исключительно на бумаге. И вот когда власть признается, что даже этот дутый рост остановился, все осознают, что на самом деле мы летим в пропасть. И люди начинают понимать, что-то здесь не так. И начинает людям казаться, что им в полном соответствии с недавно принятым законом просто рвут мозги на румынский боевой крест. И когда Минфин заявляет, что до 2015 года педагоги не дождутся обещанного филатом повышения зарплат, и все это на фоне так называемой оптимизации образования, в результате которой должны высвободиться средства на повышение зарплат оставшимся на работе педагогам, все понимают, что филат здесь очень даже при чем. А ведь именно в школах он вербовал своих самых верных сторонников. И когда правительство принимает решение о повышении зарплат государственным служащим, ну хоть бюрократию, опору режима надо иногда подкармливать, но потом филат заявляет, что это свое собственное решение, руководимый им кабинет выполнять не намерен, и это точно ни на кого не свалишь. Повышение зарплаты отложено до того момента, когда мы определим источники финансирования, поскольку мы не можем взяться за шаги, которые предусматривают бюджетные расходы без финансового покрытия. И здесь, как и в случае с экономическим ростом, который, оказывается, приостановился, правительство не отменило решение о повышении зарплат, а отложило его в выполнение. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Но это, уважаемые друзья, ждавшие повышения зарплат, один и тот же стакан. Иными словами, повышения не будет. И у меня есть вопрос, а какого, спрашивается, хрена правительство принимало решение о повышении зарплат, не имея источников финансирования? Или думали, что они как-то сами по себе появятся? И тут я даже готов согласиться с Филатом. МВФ и вправду тут ни при чем. В том смысле, что не МВФ заставлял правительство принимать решение, не обеспеченное реальными деньгами. Это наши головотяпы во главе с Филатом в погоне за дешевым пиаром приняли столь непрофессиональное дилетантское решение. МВФ только заставил его отменить, и все. И это реальный облом. Когда людям, педагогам, государственным служащим, медикам, пенсионерам и так далее, говорят, вы не дождетесь повышения зарплат, поскольку в бюджете оказывается нет денег, но при этом власть не отказывается, к примеру, от покупки сверхдорогих лимузинов класса люкс для самого Филата, а также для Лупу и Тимофти, это для людей реальный облом. Поскольку всякий нормальный человек задается вопросом, как же так, а не что свои драгоценные зады. С учетом тяжелые финансовые ситуации в государстве не могут на старых машинах еще немного повозить до открытия новых источников финансирования. Тем более, что не такие уже эти машины и старые. А между тем, нам уже сообщили, что три этих чудо-автомобиля на подходе и в ближайшее время порадуют нас своими сверкающими, фешенебельными, лакированными боками. Понимаем очень хорошо, какова социально-экономическая ситуация в стране, но деньги будут выделены из бюджета нашей службы. Мы все равно на что-то бы их потратили. Не Тойота и не Кия и не Шевроле. Это чудная машина, долгая сила снег. Мерседес на всех сближает, тянет, как магнит. Хоть засет он много денег, этот паразит. Черный Мерседес, я смотрю и понимаю. Черный Мерседес, я только о тебе мечтаю. Черный Мерседес, я точно завтра покупаю. Черный Мерседес, синий Мерседес, белый Мерседес. Вот так, одним только славоблудием и купленным пиаром, милыми рассказами о том, как маленький Владик в детстве любил играть в цурку, поддерживать имидж все сложнее. Что неминуемо сказывается на рейтинге, который у Филата, напомню, вдвое ниже, чем у Воронина. Слишком уж велик разрыв между ожиданиями и неприглядной реальностью. Нелегко жить в наши дни. Низкая заработная плата, высокие цены. Влад Филат полон решимости вести Молдову вперед. Его конкретная программа из шести пунктов это «Молдова без бедности». Я уверен, мы можем жить лучше. Молдова без бедности это наше обязательство. Я призываю двигаться в Европейский Союз конкретными шагами, гарантируя всем гражданам Республики Молдова лучшую жизнь. Аффективная социальная защита, минимальная пенсия 1300 лей, современная инфраструктура, экономические реформы, создание более 100 тысяч рабочих мест. Ну, что уж говорить обо всех остальных. Демократическая партия, о которой до сих пор социологи старательно рисовали там 16-18 процентов, получает по опросу панорамы 11,3 процента. Что тоже, на мой взгляд, несколько многовато, но явно не дотягивает даже до стартовой площадки, заявленных Плохотнюком амбицией стать ведущей партии страны. Уже сегодня ее реальный электоральный рейтинг ниже, чем у либеральной партии. У той там почти на процент больше. Несмотря на трогательные межпартийные отношения, эту партию и Лупу, и Плохотнюк считают непроходимо маргинальной. И если у ДПМ действительно было 16-18 процентов, то вот это подлинный обвал. Выход на первые роли в партии обладателя грандиозного антирейтинга кукловода Влада Плохотнюка с его дорогим пиаром, письмами счастья, разумеется, бизнес-проектами в качестве спрятанной за спиной фиги, похоже, подкашивают демпартию. У всех в головах утверждается мысль о том, что именно Плохотнюк является хозяином ДПМ, что, в общем-то, соответствует действительности. Кто бы там номинально не числился в лидерах. Впрочем, и номинальный лидер Мариан Лупу не может сегодня похвастать какой-то сверх-гиперпопулярностью. Как-то куда-то слетел с него весь этот лоск. 5,9% Мариан Лупу. Это рейтинг доверия и популярности. И всего лишь на 1% больше, чем у клоуна-подобного карикатурного гимпу. И почти вдвое меньше, чем у Филата. И без малого в 4 раза меньше, чем у Воронина. Грустная картина. Мы его теряем. И совершенно неважно, теряет ли его демократическая партия в свете активных разговоров о том, что на съезде ДПМ, намеченном на 16 июня, Лупу может быть смещен с поста председателя все тем же Плохотнюком. Да какая разница? Иллюзий-то уже давно ни у кого нет. И тем более странной выглядит та юношеская горячность, с которой Лупу опровергает подобные слухи и клянется в любви к партии. Очень в духе недавно принятого при участии Лупу, но без участия Плохотнюка, который выскочил в холл парламента, того самого закона о равенстве. Егорыч, Митрич, Геннадий, Палыч. Партидом демократов для меня есть еще фамилия, но есть и проект о деятельности, который я хочу дать и осигур продолжение за много, много лет прежде. Михалыч, я сейчас с 10 утра по всему заводу ищу, ты где был? Время, час дня. И не обязан на правду о себе перед тобой. Дома я женой был. Что ты вриёшь, ты аж звонил твоей жене? Не бло тебя дома! Не бло! Обманывайся всё! Партидом Партидом демократ от традиции! Просто выяснилось выяснилось лишний раз, что ПКРМ не конъюнктурное, не номенклатурное объединение, а настоящая партия, которая, после того, как отвалились номенклатурщики и конъюнктурщики, только окрепла и пошла в рост. Так что, и это нельзя считать парадоксом. А вот все остальные так называемые косвенные данные, полученные в ходе этого опроса, фиксирующие отношение общества к тем или иным событиям, к тем или иным тенденциям, наконец-то позволяют снять вечное противоречие предыдущих, ну надо полагать, заказанных властью опросов. Либо, скажем мягче, опросов, которые должны были понравиться власти. Противоречие это я уже формулировал. Почему люди массово так недовольны своим нынешним положением, почти до 90%, но при этом все еще оказывают доверие тем или иным партиям Альянса. Это был какой-то социологический и даже социальный парадокс, объяснение которому никто особенно и не искал. Так вот, опрос Панорамы демонстрирует, что снижение рейтингов партии власти и, соответственно, рост рейтинга оппозиции полностью подтверждается настроениями в обществе. Куда ни ткни. Ну вот смотрите, главный в этом смысле вопрос, довольны или недовольны своим нынешним положением. Как вы считаете, дела в нашей стране идут в правильном направлении или в ошибочном? Дела в Молдое движутся в неправильном направлении 63%. Дела в Молдое движутся в правильном направлении 18%. Затруднились ответить 19%. Ситуация в динамике еще нагляднее. Подавляющее большинство опрошенных утверждают, что жизнь их семей и их жизнь за последний год либо ухудшилась 41%, либо не изменилась 42%. То есть никакого обещанного развития, развития, прогресса люди на себе не почувствовали. Всего лишь 13% стало жить лучше и веселее и, по всей видимости, у каждого на то своя глубоко личная какая-то причина. Может кто-то женился удачно, а может у кого-то финн, премьер-министр, не знаю. Почти 60% опрошенных не считают, что они могут влиять на принятие решений. 60% опрошенных считают, что они ничего не решают в стране. А это трындец обещанной демократии. Из-за того, что власть действует как слон в посудной лавке, продолжает драматически обваливаться рейтинг евроинтеграции. Сегодня, если бы людям предложили на выбор интегрироваться в Евросоюз или в Таможенный Союз, то, ну, Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана, понятно, да, граждане Молдовы однозначно выбрали бы Таможенный Союз, отдав за него 54% голосов, а за ЕС всего 30%. Но это если люди будут поставлены перед таким жестким противопоставлением, перед очень жестким выбором. А так, ну, конечно, в лучших молдавских традициях интеграционной открытости населения страны готово пользоваться преимуществами и Европейского, и Евразийского Союза. Хотя число евроскептиков, и это фиксирует любой опрос, постоянно растет. Так вот, не надо наших людей загонять в ситуацию вот такого жесткого выбора, как это делает наша власть. Еще хуже, что загнав общество в такую ситуацию, сама власть делает свой выбор против мнения общества. И после этого Филат, как прошлогодние волосы, будет искать, куда это подевался его рейтинг, а? Серьезных дискуссий по этому вопросу не было. Более того, в Молдове предложена другая ясная цель. Эта цель связана с интеграцией в Европейский Союз. Евроинтеграция изначально исключает возможность присоединения к другим обществам. Он вот это Медведеву сообщил, но я не знаю, правила для политика, по-моему, никогда не говори никогда. Тем более, что сами представители Евросоюза куда осторожнее и без радикального противопоставления оценивают вот эти интеграционные процессы на европейском и на постсоветском пространстве, утверждая нечто обратное тому, что заявляет Филат. Безусловно, у нас нет никакой монополии на интеграционные процессы, и мы только рады приветствовать их. Мы надеемся, что Евразийский Союз будет создаваться и развиваться позитивно и успешно. Вот так и выясняется, что жесткое противопоставление европейской и евразийской интеграции существует только в мунительных мозгах представителей Альянса. А чего вы хотели, когда ГИМПу на полном серьезе утверждают, что российские танки, танки вот уже 200 лет оккупируют Бессарабию, а российских миротворцев он намерен прогонять при помощи НАТО? И если, к примеру, Филат воздерживается, высказывается по поводу танков, то в плане внешнеполитических приоритетов у него в голове такая же прямая линия. Вот так и тянет сказать вторая после следа от фуражки пограничника, но воздержусь. Хуже другое, вот эта линия абсолютно противоречит общественным настроениям и общественным устремлениям Молдовы. Ведь даже на вопрос об отношении к советскому прошлому 58% отвечают, что это был хороший период. И еще 18% говорят, что это был неоднозначный период, то есть период, в котором было и положительное тоже. И это нельзя даже считать ностальгией в чистом виде, ведь положительная оценка советского проекта лидирует даже в возрастной группе 18-30 лет, то есть среди людей, которые в Советском Союзе никогда не жили, а если и жили, то лишь совсем маленькими детьми. И это говорит только об одном, о принципиальной привлекательности для граждан Молдовы, самой идее интеграционного проекта на постсоветском пространстве, против которой, грубо попирая общественное мнение, включая, кстати, даже мнение собственного электората, выступает нынешняя власть. К слову, еще один устойчивый миф был опровергнут этим социологическим опросом, о социальном портрете, лидирующей в рейтингах ПКРМ, которая, если верить этому исследованию, случись в выборы в ближайшее воскресенье, смогла бы самостоятельно сформировать правительство. Наслаждается идея о том, что за коммунистов голосуют неинформированные, не образованное, пожилое, социально уязвимое и этнически не молдавское население. Эта версия уже серьезно пошатнулась после того, как ПКРМ на местных выборах уверенно победила в городах, где проживает, как известно, наиболее информированное и вполне себе образованное население. Этот опрос подтверждает ПКРМ, уверенно лидирует во всех социальных возрастных и этнических группах, что 18-30, что 30-60 и так далее, равно как во всех группах, формирующихся по принципу образованности. То есть, грубо говоря, ПКРМ лидирует и в той группе людей, у которых есть высшее образование. И раз уж зашла речь об информированности, похоже, закрыв НИТ, власть сама себе подложила серьезную свинью. Более половины населения страны считают закрытие НИТа либо незаконным, либо слишком жестоким наказанием, утверждая, что их лишили доступа к информации. Каждый пятый из возмущенных этим сторонник той или иной партии Альянса. Надо сказать, что они серьезно тем самым наломали дров. Хотя, очевидно, хотели как лучше для себя. Ну вот другой пример. Избрание президента, рейтинг которого сегодня, кстати, соответствует рейтингу избравшего его Додона и стремиться к абсолютному нулю. Вот это избрание не принесло никому ожидаемого облегчения. 78% опрошенных, вдумайтесь, 78% опрошенных не прочувствовали на себе, что жизнь их в связи с избранием Тимофти стала лучше. При этом 39%, вдумайтесь в цифру, практически 40% опрошенных, уверены, что избрание Тимофти было незаконным, с колеблющимися, и вообще получается более половины, и лишь 30% респондентов считают, что избрание президента прошло в соответствии с Конституцией. Ну, как-нибудь не одинаково. Даже здесь власти отказывают в праве на легитимность. И вообще надо сказать, что общество чрезвычайно невысокого мнения о правящем альянсе. Так, подавляющее большинство опрошенных считает, что альянс за евроинтеграцию на самом деле никакой не альянс за евроинтеграцию, поскольку никакой евроинтеграцией он вовсе не занимается, а продвигает исключительно идею объединения с Румынией. И в этом уверены, ну, 48%. Половина населения страны. И что же мы имеем на выходе, пробежавшись очень вскользь по результатам этого опроса, который еще изучать и изучать. Чем ответит власть на эти общественные настроения? Да вот чем. Министр экономики, чего-чего министр, демократ Валерий Лазер заявил на этой неделе. Жизнь после коммунистов стала радужнее. А вот с этим особенно не поспоришь. После принятия радужного закона. Ты, наверное, спросишь, мама, почему я так плачу в последнее время? Откуда женское белье в моем шкафу? Тебе придется поверить, придется поверить. Все решено. Мама, я гей. Папа, я гей. Можете просто промолчать. Можете жлиться или беситься. Мне на это наплевать. Кстати, опрос этот проводился до того, как депутаты Альянса приняли печально знаменитый закон о равенстве. Он же закон о недискриминации. Он же просто закон о... Ну, ладно, сами скажите о ком. И это еще один классический пример того, как власть идет против общества. Против его мнения. Что-то там для себя такое выгадывая. Принятие этого закона возмутило практически всех. Тем более, что мы так и не услышали сколько-нибудь вменяемой мотивации. Зачем, собственно, это следовало делать? Ее эту мотивацию не дает даже автор, министр юстиции Олег Ефрим. По регистрации однокомного брака в странах Европы, как вы относитесь, какова позиция Молдовы, если она есть официальная мотивация? Вы должны знать, что наша конституция прямо указывает на то, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. Это первый. Второй. Второй момент. Европейская конвенция по правам человека тоже прямо об этом говорит, что брак – это... Семья – это союз между мужчиной и женщиной. И есть понятная практика Евросуда по этому вопросу. Так что позиция Молдовы ясна в этом вопросе. И второй вопрос. Включает ли закон о равенстве шансов в борьбу с политической дискриминацией? То есть, допустим, лозунги «Басараби» – это, к примеру, «Помынтрумынецку» считается. Это дискриминация меня, к примеру, как гражданки Молдовы по политическим мотивам. Я не знаю, если это является дискриминацией, но этот закон следует учитывать равенство всех граждан между собой, независимо от критериев соответствия со статьей 16 Конституции. Ну вот видите, сами же говорят, существует статья в Конституции, которая безо всякого там закона и так уравнивает всех в правах. И существует конвенция по правам человека. И значит, не было смысла ставить на одну доску, уравнивать сексуальные и национальные меньшинства. Многие гагаузы, украинцы, русские, евреи, грузины, армяне и так далее обижаются, что их уравняли в правах с гомосексуалистами, лесбиянками и трансвеститами. Обижаются и люди с ограниченными возможностями. Почему к ним должны относиться так же, как и вполне физически здоровым, часто очень накаченным представителям сексуальных меньшинств. И кстати, никто ровным счетом и по сегодняшним законам не запрещает соответствующим организациям проводить, к примеру, в Молдове ежегодный фестиваль «Радуга над Днестром». И закон о собраниях предписывает полиции защищать вероятные гей-парады столь же тщательно и надежно, как, к примеру, политические манифестации или демонстрации, организованные профсоюзами. Но обязательно нужно было протолкнуть этот закон и эту формулировку «сексуальные меньшинства». И думаю, не случайно глава делегации ЕС в Молдове на встрече с Тимофти, который в первый же рабочий день промульгировал этот закон, особо подчеркнул необходимость соблюдения данного законодательного акта в части соблюдения прав именно сексуальных меньшинств. И, наверное, не случайно, что апелляционная палата тут же, буквально через пару дней после принятия закона, узаконила право трансвеститов менять в документах пол и имя. И административные дела против блогеров, возмущенных принятием этого закона, вдруг стали возбуждать. И уж точно не оставляет сомнений в сути принятого закона реакция российского гей-сообщества. На соответствующем сайте между рекламой модного уролога-проктолога, историями о том, как счастливы люди, вдруг обнаружившие, что они геи, поскольку до того они занимались лишь, цитирую, механическим сексом, объявлениями о поиске партнеров, реальные фото, реальные парни и объявлениями о вечеринках в гей-клубах затаилось информационное сообщение. Молдавия сделала важный шаг в сторону от мракобесия и клерикализма. В пятницу 25 мая 2012 года депутаты парламента сразу в двух чтениях приняли закон об обеспечении равенством. В отсутствии в зале фракции коммунистов за него проголосовали 53 депутата. А в одном из комментариев под этой заметкой кто-то из представителей соответствующего сообщества написал буквально «С голубого ручейка начинается река. Для Молдавии это большой шаг, первый шаг к движению за равенство. Ведь лучше начать хоть с чего-то, чем не начинать вообще. В той же Америке или Дании путь к равенству и признанию был долгий. Началось с одного закона. Дальше больше». В общем, всеобщая радость. А вот как раз об этом и хочется спросить, что дальше и что больше. И вот на что я обратил внимание. Везде на этом сайте, кстати, за его посещение у меня отдельный счет к нашему альянсу. Пришлось. Слово «православные» имеет всегда негативный характер и всегда заключено в кавычки. А сама заметка, напомню, начинается со слов «Молдавия сделала шаг в сторону от мракобесия и клерикализма». То есть от церкви в сторону от церкви. И по-разному можно относиться к церкви, но мне кажется, это как-то слишком явно обозначен в ее лице враг, узаконенного уже в Молдове сообщества. Мне кажется, что это как-то слишком, ведь церковь – это часть истории, часть традиции, часть культуры. А в случае с Молдовой – это еще и, как правило, государственная основа. И вот мне кажется, что это слишком называть церковь ее врагом, своим врагом, и радоваться тому, что, приняв этот закон, Молдова сделала шаг в сторону от церкви. Но все-таки страна у нас с традиционным жизненным укладом и все еще сильной православной, даже не церковью, а верой. Люди верят в Бога по сегодняшний день. Складывается ощущение, что делается это сознательно. Вот для того, чтобы еще раз бросить вызов именно православию, сбить с него ореол истинности, святости, если угодно, принизить его роль как государственной или государственнической религии. А уж чьих это рук, дело, людей, или кого похуже, почернее, сами решайте. Даже терпимость по отношению к ним не предполагает пропаганду данных отклонений в качестве общественно одобряемой социальной нормы. Такого рода законодательная практика является актом настоящего психологического насилия над естественной природой человека, над той светской и православной моралью, которая владеет душами большинства членов нашего общества. И это бесцеремонное насилие уже взорвало социальную атмосферу в стране. Самые различные категории наших граждан, от служителей церкви до активистов политических партий, стали на защиту нравственных ценностей Молдовы, на защиту той моральной чистоты, на основе которой можно строить благополучные семьи, воспитывать детей, формировать уважение к родителям, на защиту ценностей, на которых, по большому счету, построена нравственность человеческой жизни. И ПКРМ даже выразила готовность вернуться в парламент, чтобы изменить этот закон, удалить из него скандальные и непринятые обществом формулировки. Я ответственно заявляю, что фракция партии коммунистов готова вернуться в парламент в тот день и час, когда надо будет проголосовать за этот законопроект. И только для того, чтобы вернуть гражданское достоинство и уважение нашим матерям, женщинам и мужчинам, детям, нашим семьям, вернуть уважение к нашей православной вере. Я обращаюсь ко всем депутатам парламента и особенно к депутатам Альянса с предложением забыть о своих узкопартийных интересах и вспомнить о том, что все мы, в первую очередь, сыновья и дочери, родители своих детей, что мы граждане Республики Молдова. И у нас у всех есть еще возможность исправить допущенную ошибку, смыть позорное пятно предательства своих нравственных ценностей, восстановить репутацию людей, способных самостоятельно отличать добро от зла. И вот пусть никого не обманывают потуги Дадона, который вот уже подал заявку в Конституционный суд, чтобы там его оспорить. Суд, безусловно, признает его, этот закон, конституционным, поскольку он реально не противоречит нормам основного закона. Он противоречит только нормам общественной морали. И если это произойдет, если Конституционный суд признает этот закон конституционным, сделать что-то, изменить что-то, будет уже очень сложно. И нам остается совершенно иной путь. Вот что мы, собственно, и делаем. Либо взывать к совести и морали депутатов от Альянса, либо проводить законодательный референдум на ту же тему. Пока что призывы наши натыкаются на какие-то дарастические шутки. Пусть придут в парламент и выскажут свои пожелания. Похоже, что у наших многоуважаемых коллег из парламентской оппозиции проблемы с пространством. Они перепутали парламент с улицей. Закон принят парламентом и промульгирован президентом. Мы вернемся к этому проекту тогда, когда появится в том необходимость. Коммунистам придется искать повод, чтобы вернуться в парламент. Пусть регистрируют другой проект, используя свое право и законодательные инициативы. Пусть обсуждают проект, аргументируют его и представляют в парламенте. И я вот надеюсь, что вот подобная реакция наших коллег из Альянса вполне убедительный ответ на вопрос двух бельских женщин, которые в понедельник спросили меня, а почему коммунисты не пошли в парламент, чтобы помешать принятию этого закона. Ну, вы сами видели, да? Тут добавить, собственно, нечего. Ходить в парламент, говорите, да, что тут говорить, разве что только спеть. В шумном балагане любят собираться Жулики, бандиты, воры всех мастей Кто пришел напиться, кто пришел подраться Кто пришел послушать свежих новостей Когда иду я в балаган, я зарежаю свой наган В кругах депутатов все знают, что многие, имея разрешение и право на ношение оружия, зачастую появляются здесь, в этом здании В шумном балагане часто появлялся Подлинный красавец Гарик-сутенер Женщинам всем мило Гарик улыбался Но в работе Гарик и никудышный вон Он бабам нравился за то, за что не должен знать никто Ну я о законе В шумном балагане был завсегда таем Педагог известный, Владик-пианист Пусть он гениален, звезды пусть хватает Но душою где-то не совсем он чист Наш Владик был на все горастом Пианист и педагог В шумном балагане любит веселиться И пожрать отменно радостный народ Мишка Паганини, если рассердиться Он своею скрипкой всех с ума сведет А если суешь четвертак, он вам сыграет и не так В шумном балагане девочки, что надо Я их угощаю водкой и вином Каждой на прощанье политку шоколада Пососать полезно сладость перед сном Девчонки любят марафет, но жить не могут без конфет В шумном балагане деньги прожигаем Между прочим, народные деньги прожигаем Обновление автопарка для первых лиц государства Это одна из основных наших задач Бюджет государственной службы охраны на 2012 год Составляет 36 миллионов леев В шумном балагане деньги прожигаем По любой причине ходим мы туда То ли мы здоровы, то ли не домогаем То ли радость в сердце, то ли пришла беда Зачем скупая жизнь нужна, ведь завтра может быть война Зачем скупая жизнь нужна, ведь завтра может быть война Самое потрясающее, что в этой известной песне Вилли Токарева не пришлось видеть ни одной строчки Шутки шутками, а закончить хотелось бы серьезным сообщением Ровно через неделю, 9 июня у партии коммунистов состоится седьмой съезд На котором будет дана и оценка нынешней ситуации, и оценка роли ПКРМ за последние 4 года И самое главное, намечены новые цели И я уже сегодня уверен, что эти цели, которые ПКРМ перед собой сформулирует Будут напрямую проистекать из мнения, из чаяний и желаний Подавляющего большинства молдавского общества До встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok